Шеф-повар, Максим Григорьев. Йогуртовый торт с ягодами. Время приготовления – 1 час. Ингредиенты – бисквит. Крахмал кукурузный 40 грамм. Мука пшеничная 40 грамм. Разрыхлитель 0,1 ч.л. Сахар 75 грамм. Сахар ванильный 5 грамм. Соль 1 щепотка. Яйца куриные 3 штуки. Ингредиенты – начинка. Крахмал кукурузный 40 грамм. Мука пшеничная 40 грамм. Разрыхлитель 0,1 ч.л. Сахар 75 грамм. Сахар ванильный 5 грамм. Соль 1 щепотка. Яйца куриные 3 штуки. Начинка. Голубика 500 грамм. Желатин 14 пластин. Йогурт натуральный 500 мл. Сахар 150 грамм. Сахар ванильный 25 грамм. Сливки 33% 500 мл. Ингредиенты – глазурь и украшения. Крахмал кукурузный 40 грамм. Мука пшеничная 40 грамм. Разрыхлитель 0,1 ч.л. Сахар 75 грамм. Сахар ванильный 5 грамм. Соль 1 щепотка. Яйца куриные 3 штуки. Глазурь и украшения. Голубика 500 грамм. Желатин 14 пластин. Йогурт натуральный 500 мл. Сахар 150 грамм. Сахар ванильный 25 грамм. Сливки 33% 500 мл. Вода 150 мл. Глазурь и украшения. Ежевика 250 грамм. Желатин 2 пластины. Сахар 150 грамм. Фисташки 1 столовая ложка. Давайте приготовим еще один торт из серии малокалорийных, сравнительно с другими. К малокалорийным, как правило, относят торты из творога и йогурта, но помимо главных ингредиентов, всегда есть дополнители, улучшающие консистенцию и вкус. Основой служит один из любимых вами бисквитов, я использовала шведский. Шаг 1. Подготовим ингредиенты, заранее приготовленный бисквит, или купленный, смесь лесных ягод, свежие или замороженные, сахар и ванильный сахар, натуральный йогурт, 0% жирности, можно любой жирности, сливки, не менее 30% жирности, можно 25%, тогда взбивать надо с закрепителем сливок, желатин, можно заменить на быстро растворимый или другой в порошке, фисташки грубо нарезанные. Шаг 2. Если готовим бисквит сами, то работаем по пошаговому рецепту шведский бисквит. Только количество ингредиентов берем, соответствующее нашему торту, то есть так, как указано в ингредиентах, значит в двух раза меньше, чем в рецепте шведский бисквит. Выпекаем сразу в двух формах, 1,24 см, 2,18 см, дно форм выстилаем пекарской бумагой. Время сокращается до 15 минут, в заранее разогретой духовке, при 180 см. Шаг 3. Вынимаем, остудим около 5 минут, отделим стенки бисквитов шпателем от формы и полностью освободим из формы и бумаги. Окончательно остужаем на решетках. Шаг 4. Пока бисквиты пекутся или остывают, занимаемся ягодами. Протрем ягоды через сито, хорошо выдавливая сок. Жмых убираем в сторону, он нам не нужен, мы используем только сок. Шаг 5. Закипятим 50 мл воды с 2 столовые ложки сахара. Добавим в этот сахарный сироп 125-130 мл ягодного сока. Это будет наша пропитка. Шаг 6. Пропитываем бисквиты пропиткой. В разъемную форму, 26 см, кладем большой бисквит, 24 см. Шаг 7. Заранее замоченный в холодной воде желатин отжимаем. Подогреем ягодный сок до 50-55 с сахаром и ванильным сахаром, что простворился. И распустим желатин в горячем соке. Остужаем до комнатной температуры. Шаг 8. Вливаем теперь в ягодный сок с желатином натуральный йогурт и перемешиваем. Накроем и уберем в холодильник для предварительного схватывания, на 15-20 минут. Шаг 9. Специально показываю, как должна масса выглядеть с предварительным загустением желатина. Возле стен формы должно образоваться вот такое уплотнение, типа пленки. Шаг 10. Взбиваем холодные сливки в пике, аккуратно, не перебейте. Шаг 11. Взбиваем несколько минут сок с желатином. Затем добавим взбитые сливки и также 2 минуты взбиваем дальше. В итоге получается воздушная масса. Шаг 12. Наливаем столько количества йогуртной массы на пропитанный бисквит в форм, чтобы только покрыть сверху, во избежание всплытия коржа. И в холодильник до частичного застывания. Шаг 13. Затем доливаем сверху еще, чтоб получилось 1-2 порции йогуртной массы. Снова в холодильник до частичного затвердения. Шаг 14. Затем кладем пропитанный меньше бисквит на массу. Шаг 15. Заливаем снова таким количеством массы, чтоб бисквит не всплыл. И для частичного схватывания, в холод убираем. Когда масса начнет твердеть, выливаем в форму всю оставшуюся ягурную массу. Закрываем и в холодильник, на не менее чем 3 часа. Шаг 16. Закипятим воду с сахаром. Остужаем сироп до 55-65С. В этом сиропе распускаем заранее замоченный желатин, в холодной воде на 5 минут. Остужаем до комнатной температуры. Шаг 17. Торт освобождаем из формы и готовим к заключительному этапу. Шаг 18. Оставшиеся ягоды раскладываем произвольно на торте и поливаем сверху глазурью. Отправим торт на минут 5-10 в холодильнике, дадим глазури затвердеть. Шаг 19. Сверху торт и глазурь посыпаем крупно нарезанными фисташками. Сервируем. Приятного аппетита. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.